Заключительное заседание пленарных докладов. И с докладом сегодня мы заслушаем Юрия Николаевича Радаева и Владимира Александровича Ковалева. Тема доклада «Гиперболитические теории и задачи на санике континуума». Детание континуума всегда являлась важностью в всех обвинениях и неренениях уравнений. В частных производных и системах таких уравнений. Однако к середине XX века стало ясно, что практически все важнейшие теории механики континуума, а таковых к этому моменту можно было видеть четыре, я имею в виду прежде всего гидромеханику вязкой идеальной жидкости, математическую теорию кругости, математическую теорию пластичности и математическую теорию ползучести. Накопилось ряд парадоксов, которые требовали своего разрешения, которые, в общем-то, не давали покоя, как в плане математических постановок задач, так и в плане физических решений. Я коротко остановлюсь на этих парадоксах, большинство из них очень хорошо всем известны, кроме, пожалуй, парадоксов, относящихся к математической теории классичности. Ну, первый парадокс, который поразил, так сказать, механику, это известный парадокс до ламбера, он связан с течением, безыкрываемых течением идеальной жидкости, и заключался он в следующем. Вы находитесь в ситуации лобового обтекания пластины, пластины имеют конечную длину, течение является плоским, вы пытаетесь решить задачу в области потенциальных плоских течений, жидкость предполагается идеальной, даже не сжимаемой, то, естественно, за пластиной возникает так называемая зона мёртвой воды, но поскольку жидкость идеальная, то у них в перпендикулярном направлении не проводится, и просто область течения скользит по этой границе, разделяющей мёртвую зону от зоны течения. Эта задача хорошо и эффективно решается с помощью метода гадографа, и с помощью полученного точного решения этой задачи, если подсчитать силу сопротивления пластину, набегающую на поток, то она оказывается равной нужной. Это известный парадокс до ламбера. Уравнение Элли. Да, уравнение Элли. Классическое уравнение гидродинамики. Ну, разгадка или попытка устранить этот парадокс, она известна, так сказать. Эта попытка впервые была предложена Карману, и Карману она заключалась в том, что, наверное, в области беззихривых течений не следует решать эту задачу, хотя все учебники гидромеханики до сих пор это решение воспроизводят. Карману предложил считать, что вот здесь происходит зарождение вихрей на кромках пластины, и с помощью введения соответствующей системы вихрей, так называемой вихревая спочка Кармана, вот на предполагальной зоне раздела живой и мертвой воды, он, значит, предположил, существующую систему вихрей, и прекрасно, так сказать, подобрав интенсивность вихрей и расстояние между ними, получил, в общем-то, значение силы сопротивления очень близко к тем значениям, которые в эксперименте наблюдались. Но я еще раз подчеркиваю, что уравнение гидромеханики идеальной нежимаемой жидкости вот имеет такого рода решение. Она связана с наличием двух режимов течения, значит, ламинарового и турбулентного, и связаны они с уравнением на въезд токса. Соответствующие опыты были проведены ременольцам. Они заключались в следующем. У меняется большой резервар воды. Здесь, так сказать, выходит трубка. Здесь уже жидкость вязкой считается. Вот согласно уравнению на въезд токса, такая задача, если труба считается цилиндрической, она имеет точное решение. Внутри трубы скорости имеет параболический профиль. Скорость максимально в центре трубы. Это профиль скорости. По профилю скорости можно посчитать расход воды. И знаменитый закон Гаггана-Пуазеля получается о том, что расход воды пропорционален радиусу трубы в четвертой степени. Он хорошо подтверждается экспериментально. Причем, независимо от материальных константов, которые входят в уравнение на въезд токса, всегда мы получаем решение вот в такой форме, так называемый ламинарный режим. Если мы сюда будем подводить красящее вещество, то струйка вот этого красящего вещества, она будет параллельно стенкам трубы протекать, и перемешивание не будет наблюдаться. Однако, если уровень жидкости здесь очень существенен, большим является, высоким, то это означает, что скорость попока здесь очень большой является, картина течения принципиально меняется, возникает так называемый турбулентный режим, и если подводить красящее вещество сюда, то равномерно окрашивается жидкость внутри трубы, наступает перемешивание жидкости. И вот уже даже в такой простой задаче, когда у нас геометрия трубы, в общем-то, идеальный цилиндр, решение точно не удается получить, так. Ну, Ренольд сначала думал, что, наверное, дефект опыта какой-то, но он, как и всякий нормальный механик, подумал, что, наверное, вот такое отклонение от ламинарного течения, обусловленное, видимо, неправильной геометрией трубки, так сказать, шероховатостями стенки, и он так, значит, нормальный механик поступил, и попытался поточнее, так сказать, воспроизвести цилиндрическую геометрию, ну, и начал шлифовать тоже стенки трубы. Ему удалось затянуть ламинарный режим до очень больших чисел, но там есть безразмерные отношения, которых сейчас эти числа называются числами Ренольдса. Вот полировка внутренней стенки трубы приводит к тому, что ламинарное течение удается, диапазон ламинарного течения до очень больших чисел Ренольдса затянуть, но, тем не менее, когда всегда имеется такой критический уровень в этом резервуаре, когда ламинарный режим внезапно переходит в турбулентный. И ситуация здесь очень плохая, потому что для того, чтобы принципиально ответить на этот вопрос, нужно доказать теорему единственности для нелинейного уравнения на въезд токса. Уравнение на въезд токса, я напомню, оно физически линейное, то есть определяющий закон, закон трения Ньютона, он линейно связывает напряжение и скорость деформации жидкости. А вот физическое соотношение линейное, а геометрически линейное, потому что из-за конвективной скорости В на В появляется нелинейное соответствующее уравнение на въезд токса, что, конечно, сильно осложняет его анализы и доказать теорию единственности, насколько я знаю, до сих пор не получено. Но даже если оно будет получено, ситуация все равно очень плохая для механики. Если будет доказано, что в такого рода краевых задачах решение единственное, это означает, что, поскольку решение имеется ламинарное, то турбулентные режимы вообще уравнение на въезд токса и описать не состоят. Если будет доказана принципиально не единственность, решение такого рода краевых задачах тоже очень плохая, так это означает, что мы в область некорректной задачи переходим. Это означает, что мы как-то должны все равно модифицировать постановку задачи с тем, чтобы получать то или иное единственное решение. Вот этот вопрос, решение этого парадокса в механике, так сказать, до сих пор неизвестно, хотя многие люди считают, что они знают ответы на эти вопросы. Но моя отличная точка зрения состоит в том, что, наверное, все-таки мы не знаем, как выйти из этой ситуации. Еще одна классическая теория. Математическая теория упругости статической с электрическими уравнениями, аналитическими решениями. В качестве такого, ну, здесь, наверное, тоже мало кто знает, этот парадокс, но специалисты теории упругости знают. Рассмотрим задачу плоскую, двумерную. Плоская деформация. Имеется неограниченная. Происходит. Было получено методами ТФКП точное решение этой задачи, то есть точное решение уравнений, анализ которого показал, что если ввести расстояние вот от этой точки к х, ну, интересно было эпёра нормального давления П под подушкой штампа, то П при приближении вот к краю штампа имеет, значит, асимптотику такого вида х на синус единица на х. Это означает, что быстро асселирует при приближении к подошве, к краю штампа, давление быстро асселирует и имеет так положительное, так и отрицательное значение. Но вообще говоря, это тоже парадокс, потому что нормальное давление под подошвы штампа должно быть положительным. И объяснения тоже на этом до сих пор нет. Я, значит, эту задачу можно по-разному решить, так, в том числе и с помощью метода интегральных преобразований, но сам Абрамов применял методы теории функции комплексного переменного и формулы типа Келдыша-Сидова, так, это чисто можно задачу свести к граничным задачам ТФКП. Ну, если кто предметный, решением Абрамов интересуется, но есть старая известная книга Лаврентия Шабат методы ТФКП, там есть, приводится решение этой задачи. Ну, последний по времени парадокс механики континуума связан с математической теорией пластичности. Там ситуация тоже где очень хорошая. Я теперь к слайдам, значит, попытаюсь обратить. Так, я пропущу там актуальность, я не знаю. Значит, все математические теории пластичности основаны на неком предельном критерии, который должен нам указывать, когда, ну, математическая теория пластичности описывает в основном течение грунтов, горных пород, лед, ну и металлы и другие конструкционные материалы. Некий критерий должен быть, который характеризует переход материала из упругого состояния в классическое. Обоплостных течений использовав в качестве критерия текучести, положение о том, что в состоянии классического течения максимальное касательное напряжение достигает некоторого критического значения. Ну, тензор напряжений во всех классических теориях механики континуум представляет из собой симметричный тензор второго ранга. у него есть три собственных значения сигма-1, сигма-2 вещественных. Если перенумерать их, скажем, в порядке убывания, то касательное напряжение представляет из себя полуразность крайних собственных значений. Вот эта полуразность должна достигать критического значения там. Ну, вот уравнение 1 соответствующая обобщение на произвольно-трехмерное напряженное состояние. Ну, поскольку тело ему будет предоставить затрону, то нумерация главных осей естественно несущественна. Поэтому на самом деле любой критерий текучести будущей функции произвольной от сигма-1, сигма-2, сигма-3 не должен зависеть от нумерации главных осей тензора напряжения. это означает, что более того он от гидростатической составляющей не должен отличаться. Это означает, что мы можем вычесть след, так сказать, умноженный на единичную матрицу из этого тензора к девиаторам так называемой перрипти. Ну и оказывается, что вот F на самом деле функция F должна быть функцией симметрических комбинаций собственных значений. Но алгебраически независимые имеются три симметрические комбинации. Это линейная первый вариант. Но он равен нумерой для девиатора. Но для произвольного тензора это просто след. Но мы его вычли, поэтому для девиатора он равен. Второй вариант это квадратичный 1,2 сигма 1 штрих в квадрате плюс сигма 2 штрих в квадрате плюс сигма 3 штрих в квадрате. Ну и третий вариант алгебраически независимый кубический вариант. Это есть 1,3 сигма 1 штрих в кубе плюс сигма 2 штрих в кубе С помощью таких инвариантов Можно записать условия текучести Вот в таком сложном виде Я это уравнение привел По той простой причине Что ни в одной из известных Неманографии Это уравнение правильно не получено Михлиным было замечено Очень давно в 30-е годы У него есть тонкая брошюра Под названием основное уравнение Математической теории пластичности Он заметил неточность Вот в рассуждениях Сэмминана И значит В его работах Сэмминана Неправильно было уравнение призмы Коэффициенты 4 и 3 Поменялись местами случайным образом Он эту ошибку заметил И написал работу с исправленным уравнением Характеризующим начало пластического течения Но он тоже допустил одну ошибку В другом месте И вот эти ошибки все почевали Я не знаю ни одной монографии Кроме своей собственной Где бы это уравнение Я имею в виду монографии Посвященных математической теории пластичности Где бы это уравнение правильно фигурировал Поэтому я его здесь и привел То здесь вот это уравнение К это предел текучести Вот G2 штрих большой G3 штрих большой Это квадратичные и кубические варианты Девиатора тензора напряжений Но это уравнение очень сложное Критерий текучести Вообще говоря, очень сложную форму имеет Поэтому мы предпочитали формировку Вот именно через собственные значения А не через данные варианты И тогда, если вести формально трехмерное пространство Собственное значение тензора напряжения Мы получаем вот такие простые Линейные соотношения Между собственными значениями тензора напряжения Ну и соответствующую геометрическую интерпретацию Плоскостью, которая равна наклонена К трем осям вот этого воображаемого пространства Мы имеем вот такой шестиугольник правильный Со стороной Кольник с двух третьих умножить на 2 К, где правильно помнит Единственная физическая константа Которая требует экспертально определенности В идеальной пластичности Ну вот такая форма условий пластичности Очень удобна Потому что мы априори не знаем Где искать решение задач То есть как нам правильно И наиболее удобным образом Занумеровать собственные значения тензора напряжений Поэтому, если, скажем, обращаться к психическим схемам Нам придется программировать все шесть вариантов Возможно, шесть различных соотношений Между, я имею в виду, в порядке, так сказать, убывания и возрастания Их шесть соотношений между тремя собственными значениями И приходится все шесть режимов исследовать Что, конечно же, очень неудобно Поэтому, значит, Мидзес, опираясь на известную работу Максвелла Предложил заменить вот этот шестиугольник Ну, я, надеюсь, вы догадываетесь, чем пришлось заменить Окружностью, которая, значит, вот Описана вокруг этого шестиугольника Так называемая окружность Мидзеса Значит, математически через вариант проще записывается Второй, я напомню, это квадратичный вариант То есть квадраты собственных значений Девиатора тензора напряжения очень простые Второй вариант девиатора тензора напряжения Равен К в квадрате, где К тот же самый предел текучести Что и в условии текучести Тельска с инвенамом Илья Николаевич, а как выглядят основные уравнения теории? Я сейчас буду говорить об этом Мумулируется без проблем И еще нужны, конечно, определяющие соотношения Которые отличали бы пластическое тело от других тел В качестве такового применяется, так называемый, ассоциированный закон течения Который с точки зрения термодинамики необратимых процессов А процесс пластического течения существенно необратим Утверждает, что превращение тензора в пластической деформации Я буду считать, что упругие деформации малы Принюргатинговые Поэтому превращение полного тензора напряжений В пространстве главных напряжений Превращение пластической деформации Должно быть ортогональной поверхности уровня Некоторого потенциала, характеризующего Производство энтропии Поскольку процесс необратимый Но вот это неизвестное множество пропорционально Традиционно дэлямда Обозначается в теории пластичности Он не определяется Услови термомеханической ортогональности То есть при G равной Поверхность уровня при G равная константа Но мы знаем свойства поверхности уровня Что градиент всегда ортогонален Поверхность уровня Вот этот градиент показывает Что вот этот вот тензор В пространстве главных напряжений Вот в таком смысле ортогональный Этим Впервые было доказано меланом Это австрийский механизм Доказал теорему единственности Для упругое идеально пластического тела Это было давно, в 30-е годы Поэтому проблем с единственностью Решения здесь нет Проблема возникает с типом уравнений Значит, ну естественно Поскольку имеется два критерия С админаном и мизуса Возник сразу вопрос А какой из них лучше Вот эти два критерия Какой, так сказать, лучше Соответственно экспериментальным данным Ну и так сказать Мы знаем, что в 20-е годы Функционировал в Гетингене известная школа Там Гильберт работал Со своей известной программой По обоснованию математики С помощью формальной логики Ну и параллельно работал в институт механики В Гетингене он был создан Клейном Клейн вскоре передал руководству Институтом известному механику Пранклю Который до начала 50-х годов Был директором этого института Ну и поскольку Гетинген был тогда Центром мировой научной мысли В 20-е и 30-е годы Они озаботились этим вопросом По ручению Пранкли и его ученики Провели серию экспериментов Которые призваны были ответить на вопрос А какой же из критериев Лучше соответствует эксперименту Критерий трескасса номиналом Более физичен Ну да, за Пластическую деформацию Отвечают касательные напряжения И многочисленные эксперименты Показывали, что Значит эти максимальные касательные напряжения Реализуют сдвиг одной части Элемента относительно другой То есть Пластическое течение имеет чисто сдвиговую природу Что собственно и в геоматериалах наблюдается Так и в металлах Хорошо это физически И микромеханизмам соответствует Я тут еще нарисую одну картину Если мы рассмотрим элемент Континуума пластического И ориентируем его так Что вот эти площадки перпендикулярны Двум главным осям То есть Двум собственным векторам тензора напряжения Дефамацию плоскую предположим То максимальное касательное напряжение Реализуется На площадке Которую точно пополам Дверят между Угол между Двумя собственными направлениями тензора напряжения Здесь возникает максимальный сдвиг Элемент раскалывается Значит одна часть двигается в одну сторону Другая в другую Здесь естественно Разрыв касательный Разрыв перемещений происходит Нормальная составляющая перемещения Должна быть непрерывной Иначе сплошность тела нарушится А касательная составляющая Разрыв претерпевает Но ясно что такого рода решения Эллиптическими системами Написываться не могут И для того чтобы описать Вот такие вот скольжения Нам необходима система уравнений Гикроболического типа Ну я вернусь все таки К экспериментам Эксперименты действительно были проведены И однозначно был сделан вывод В пользу лучшего соответствия К экспериментальным данным Вот это вот критерия Который Мизесом был предложен Хотя еще подчеркиваю Критерий Триска Санвимана Он более физичен И лучше соответствует Микромеханизму пластического течения Дальше Если мы теперь Попытаемся исследовать Я уже стер к сожалению Вот замкнутую систему Дифференциальных уровней частных Производных для пластического тела Но поверьте здесь мне на слово Что если провести классификацию То окажется следующее Что в простейшем случае Если мы рассмотрим двумерные течения И для вот такой функции текучести И для такой Уравнение оказывается гиперболическим То есть вот такого решения не выпускают Однако если рассматривать уже Остисиметричные состояния И существенно пространственные состояния Трехмерные решения То в большинстве случаев Как удалось показать в 50-е годы Уравнения соответствующие критерии Текучести Мизеса Оказываются рептическими Микромеханизмы пластического течения Они лучше соответствуют Но я еще раз подчеркиваю Что наши коллеги из Гельцингена В 20-е годы показали Что очень-то хуже Соответствуют критерии Ну значит Какие здесь могут быть причины Ну наверное плохо отполированные образцы Но мы не можем гарантировать Наличие внутренних микродефектов Ну самый серьезный аргумент Который может объяснить Почему вот этот нефизичный критерий Лучше соответствовать С экспериментальным данным Связан все-таки с наличием Укругой деформации Мы не можем элиминировать В процессе пластического течения Влияние укругой деформации Мы можем только считать Что в каких-то процессах Она является пренебрежимо малой А в каких-то ее нужно учитывать Но вот при вытягивании проволоки Конечно упругой деформации Можно поневречь Но если наблюдать Так называемое стесленное Пластическое течение Когда упругие тела Зажимают пластическую зону И пластические деформации Не успевают развиваться существенно Наверное вот в этих случаях Учет упругой деформации важен Может быть по этой причине То есть из-за влияния упругой деформации Вот этот критерий интегрально Оказывается лучше Соответствующий экспериментальным данным Но наверное какая-то доля есть То есть аргумент В общем-то разумно является И в определенном смысле Объясняет Разрешает эту ситуацию Но то о чем я говорил Что в общем-то Да и если Значит провести оценки На 5% Различие между этими критериями Так если вот измерить Максимальное расстояние между ними Вот такая замена На более аналитичные критерии В общем-то с небольшой поврежденностью 5% Так сказать по отношению С пределами технических частей Приводит к тому, что Система в общем-то Трансформируется Из гиперболической системы Вот такой В общем-то Типичную эллиптическую систему Время у вас не входит Время входит Время входит Время входит В каком смысле То есть в том смысле Что любая трансформация То есть замена Т На любую Т-штрих Моноконно Зависящая от времени То есть ДТ Сохраняет вид уравнений Поэтому я везде пишу Д Почему не было В соотношении к ошению Есть Д-эксил Есть Вот антисимметричная часть Градиента скорости Там тоже Д-у стоит Вот Д-у Это я подчеркал Это не полный дифференциал А дифференциал Частичный По как раз Временеподобной Вот этой координате Единственное Что я не пишу Здесь дифференцирование По времени Что подчеркнуть Инвариантный характер Уравнений Относительно масштаба Поэтому уравнение Входит Как параметр Вот И Я еще раз подчеркиваю Что масштаб времени Здесь Вот Несущественный Время с самого начала Есть И Сомнение уравнений Эллиптического типа Да И мне кстати Начальные условия Нужно ставить Я считаю Что при Т равном нулю Скажем Если из естественного Стоя начинается Дефон То есть все поля Нулевые То есть перемещение Равное нулю Деформация Напряжение Это естественно То есть Эта постановка Требует не только Краевых условий Но и начальных условий Смешанные Да В этом смысле смешанные Да Вот такого рода Парадокс Нашел свое разрешение Потом Условий пластичности Ф от Сигма 1 Сигма 2 Сигма 3 Можно много Примерно Так Он Частичное разрешение Это два Так сказать Самых распространенных Парадокс Нашел свое разрешение В работах Ишлинского С 2004 года Когда он предложил Что надо использовать Не одно условие Пластичности А два И вот Критерий Текущие Ишлинский Ишлинский Считал Что Если у нас Имеется одно Соотношение Между собственным Значением Тензором Напряжения То это Так называемая Неполная Пластичность Два Нужно Соотношения Это полная Пластичность И решение Большинства Прикладных Задач Нужно Искать В области Полностью Пластичных Напряженных Состояния Ну Если мы Вспомним Что Вот Вот Эта Точка Образованная Пересечением Двухграней Которые Представляют Из себя Линейные Связи Между собственным Значением Тензора Напряжения То вот Такого рода Состояния На В углах Шестиугольников Они И соответствуют Предположению Ишлинского О том Что нужно Искать решение Здесь Ну Если Проанализировать Соотношение Теории Пластичности Для состояния На грани Призмы Треска Здесь В силу Гипотезы Термомеханической Ортогональности Поскольку Преращение Тензора Деформации Должно Быть Ортогонально Вот этой Поверхности Поскольку Ф у нас Пластический Потенциал То здесь Очень сильные Кинематические Ограничения Имеются То есть Вектор Представляющий Преращение Пластической Преращение Еще раз подчеркиваю По Т Это Время здесь Уже входит Очень сильные Кинематические Ограничения Которые Не позволяют Пластическому Течению Развиться Трехмерного И это Как плоские Течения Фактически А вот здесь На ребре Дальше Подключился Известный Механик Неми Покойный Дюйз Данила Чивлев Они С Ишлинским До Три года Работали Поскольку Ишлинский Выдвинул Такую Гипотезу Стали Интересовать Вот эти Состояния Вот в этих Точках Угловых А здесь Гипотеза Тормомеханической Ортогональности Не работает Здесь нормальнее Однозначно Но Ивлев Выдвинул Гипотезу О том Что здесь Имеется Наибольшая Свобода Пластического Течения То есть Вектор Кинематический Вектор Дэксилл Он любое Может положение Занимать Между крайними Положениями Нормалей Именно Поэтому Появляется Много степеней Свободы Задач И вероятность Того Что именно На этих Угловых Точках Мы получим Решение Вознейших Прикладных Задач Вероятность Это увеличивается Ивлев В своих Книгах И работах Многочисленных Показал Что Целый спектр Важнейших Прикладных Задач Начинают Задачи Решенные Самим Ишлинским Опробой Бринелли То есть Обдавливаем Шарика В идеальном Пластическом Согранении И решение Именно Вот Здесь Именно Это Так называемая Гипотеза Ивлева Наибольшей Свободе Пластического Течения Ивлев Удалось Показать Что На Таких Угловых Уравнений Теории Идеальной Пластичности Оказывается Гиперболической И поскольку Вот Эта гипотеза О максимальной Свободе Пластического Течения Не очень Нравится Здесь Плоское Течение Все Уравнений Всегда Для любых Условек Гиперболическими Является И вот Здесь Сейчас Мы увидим Я Собственно Сладкий Перехожу Что Здесь Тоже Гиперболическая Является Ну Начнем Мы с того Что Спектральное Разложение Тензерно Тензерно Напряжение Тензерно Разбиение Единицы Сила Автономированности Бавится Вот Так Можно Писать Это Позволяет Элиминировать Одну Из Диаг Которые Находятся Спектральное Разложение Вот Тензерно Напряжение Ортогональности Вот Сетки Омега Один Омега Два Плоскости Если Вот Я Возьму Замену Х1 От Декар От Ф От Омега Один Омега Два И Два Здесь А Получается На условии Ортогональности Линии Омега Один И Омега Дин И Плюс Вирус Единицы Екобиан Тоже Легко Записывает Вычисляется По Известным Правилам Ортогональности То Что Екобиан Преобразование Равен Дин Означает Что Площадь Элементов Сохраняется Для Трансформации Если Плюс Один Дажно Направление Обхода Сохраняется Замкутых Контуров Если Минус Один То Нарушается Я думаю Я его быстро Решу Сейчас Классифицирую Эту систему Я думаю Что она Будет Гиперболической Я Должна Как Характеристики Направлены Поскольку СДИК Наблюдается В направлении Которое Точно Пополам Делит Прямой Угол Между Собственным Векторами Тензора И напряжения Я знал Что Характеристики Претерпевать Разрыв Только Вдоль Характеристики Я знал Примерно Я был Уверен Что Получу Характеристики Характеристики Направления Которые Будут Связаны С геометрией Главных Осей Тензор Напряжения Пролекая Продолжение Этой Системы Можно Любую Существенно Нелинейную Систему За счет Завышения Ее порядка Деференцирования Введения Дополнительных Функций Неизвестно Это В принципе Все к возилинеям Системы Дести То есть Ну Эта процедура Не физичная Она разрушает Вот такую симметрию Вот в этой системе Так Геометрические Такой Такой Таких простых Уже продолженные Системы Не имеют Поэтому Я от этого Сразу Отказался О том Чтобы От Существенно Нелинейная Система С квадрата Произносится А не Квазилинейная Она Наиболее Быстрее всего К теле Приводит Если Квазилинейной Форме Можно привести Систему А это всегда Можно сделать Второе Определение Ну Я Д2у ОДХ1 Дважды Минус Д2у ОДХ2 Дважды Равно Ну Ну Надо подобрать Такую Это Вот уравнение По переменной Х1 Х2 Оно нормальную Форму Каши Имеет Все здесь Очень хорошо Значит Задача Каши Поставленная При Х1 Равном И Х2 Равном Ранее Имеет Решение В классе Аналитических Функций Все хорошо Корректно Поставлен Задача Каши Это означает Что Линия Х1 Констан Х2 Констан Характеристиками Не являются Вот Но Можно перейти Характеристическую Перемену И получить Значит Вот Такое Уравнение Д2у ОДА Дб Оно нормальной Ни по одной Переменной Не является Отсутствие Нормальной Формы Я попытался Значит Вот эту систему Взяв Произвольную Замену Переменных Попытался Найти Такую Замену Где Вот эта Система Не будет Вот эта Система Имеет Нормальную Форму То есть Можно Нормальную Форму Каши По переменам Омега 1 Омега 2 Результат Такой Что Он Я крайне Удивил Что Значит Оказыв Что При Произвольной Замене Независимых Переменных Вот эта Система Уравнение Всегда Будет Иметь Нормальную Форму Каши Ну Здесь Квадратные Таскать Уравнения Приходится Решать При Построении Нормальной Формы Но Я Думал Как Наверное Какой-то Знаменатель Нуль Обратится Или Что-то Под Корни Будет Плохо Ничего Подобного Знаменатель Нуль Не Обращается Под Корни Всегда Квадрат Ставят Положительную Вечину Нормальную Форму Существует Всегда Значит Еще Один Подход Но Он Самый Размытый Понятие Характеристики Силуэт Наверное Самый Эффективный То есть Если Пытаться Найти Точное Решение Уравнение Дефенциальных Частных Производ То Шанс Их Проинтегрировать В плане Построения Общего Решения В данном Случае Зависящего От Произвольной Функции Имеется Только Фактически Переменных Собственно Так и есть Доломберовское Решение Отсюда Сразу Получается Существует Уравнение Интегрировать Не можем А это Уравнение Легко Интегрируется В плане Построения Общего Решения Поэтому Наверное Надо пытаться Искать Такую Замену Переменных Когда Нормальная Форма Максимально Аналитически Эффективна Максимально Простой И вот Здесь Это Наиболее Ну Это Определение Очень трудно Формализовать Что такое Наиболее Простая Форма Что такое Интегрируемая Форма Естественно Что эти Понятия Формализации Не допускают По крайней мере На данном этапе Развитие Науки Я уже Заканчиваю Но я попытался Ну что здесь Приходит в голову Поскольку Относительно Произвольная Замена Независимых Переменных У меня Получается Рациональная Функция Дробно Рациональная Плюс Еще Квадратный Радикал У меня Возникла Идея Сохранить Правую Часть С нормальной Формой Ковши Ну убрав Этот Радикал То есть Попытаться Зайти Такую Замену Переменок Чтобы Корень Квадратный Дискриминант Исчез И осталось Только Дробно Рациональная Функция От производных Правой Часть То есть Если Я Дискриминант Положу Равным Нулю За счет Замены Независимых Переменных А это Можно Показать Что Это Удаётся Сделать То Получается Соотношение Значит Соответствующее Я его называю Тоже И оно точно Даёт То Характерическое Направление Которое О котором Я говорю Поэтому Резюмей Всего Того Что Я Сказал У меня Возникла Проблема С классификацией Сильно Нелинейных Систем Диффинциальных Уравнений Частных Производных Значит Вот Те Определения Характеристик Которые Мы Привыкли Они Неэффективными Оказались Но Я Хочу просто Сказать Что Вот Построение Нормальной Формы Каши В сочетании Вот С тем Принципом Что Она Аналитически Наиболее Эффективной Должна быть То есть За счёт Замены Независимых Перемен Еще Максимально Упростить Её Но В данном Случа Легко Решается И В пространстве Тоже Там Несмотря на Сложность Удаётся С помощью Результатов Построить Правда Там Кубические Корни Если Если Результатов Они Тоже Получаются Нужные Характеристические Уравнения То есть Гиперболичность В этом Смысле Можно Придать Сильной Нелинейной Системе Дифференциальных Уравнений В частном Производе Я Заканчиваю На этом Спасибо Блина Субтитры